Пару недель назад я получил новый штатив у Lanzi Command Zero Y. И я вам скажу, ребята, это мой новый любимый штатив. Давайте обозревать. Во-первых, он сделан из углеродного волокна, а это значит, что он очень крепкий, устойчивый и легкий. Всего 1,1 кг. И с собой брать его везде. Одно удовольствие. А еще он очень компактный. В сложенном виде в высоту он всего 42,5 см. И вручную кладь в самолет влезет легко. Всего у каждой ноги по 4 секции. Максимальная высота с выдвинутой центральной колонной 159 см. Очень неплохо. А сами секции и зажимы очень мягкие, но при этом крепкие и надежные. А максимальная нагрузка на шаровую голову 6 кг. Вполне достаточно для меня. Что-то я сомневаюсь, что кто-то сюда соберется повесить Ари Алексу, например. Это достаточно крепкий и устойчивый штатив, чтобы снимать на улице даже при сильном ветре. Но я рекомендую повесить рюкзак, желательно потяжелее, на крючок снизу колонны. Это добавит устойчивости, но вот на фокусных расстояниях, скажем, от 85 мм и выше, при очень сильном ветре, все равно легкая болтанка наблюдается. Так что помнить это стоит. На самой голове есть и пузырьковый уровень, но он скрывается площадкой. Здесь площадки, кстати, Arca Swiss. Это не очень удобно, но я буду использовать переходник с Arca Swiss на Manfrotto, и там тоже будет пузырьковый уровень. Так что лечится легко. Ну и всегда можно пользоваться электронным уровнем в камере. Работает отлично. Также у этого штатива есть вторая версия. Это F38 Quick Release, так называемый. То есть, если вам нравится данная система быстросъемных площадок, то вы можете купить эту версию. И вот, друзья, три моих штатива рядом. Это у нас E-Image 761AT ноги и голова GHO6 или 06. Вот здесь на штативе от компании Surrey. Да, именно так произносится название компании. Мы привыкли слушать, слышать Sirui. Этот штатив гораздо легче. То есть, вот этот весь штатив с головой весит примерно так же, как вот эти ноги. Ну а у Lanzi E-Common Zero Y весит совсем-совсем немного. И, как вы видите, по высоте он выше, чем штатив от Sirui. Даже с учетом шаровой головы, которая сама по себе сантиметров 15 дает. И, соответственно, чуть-чуть ниже, чем вот этот Monster. Этот Monster и стоил в два раза дороже, чем вот этот. Так что мне нравится. Здесь напишу вес, высоту и также напишу обязательно самую низкую точку и самую высокую точку. На улице, как всегда, ветрено. Мою стойку тут слегка покачивает. Давайте поговорим про панорамирование. Здесь у нас не только шаровая голова, но еще и есть плавное панорамирование. Как вы видите, оно действительно очень плавное. Я сейчас добавлю пару кадров, снятых с данным панорамированием. И можно зафиксировать, чтобы панорамирование не происходило. И если мы вот этот вот зажимчик отпустим, то у нас шаровая голова работает во всех направлениях. И мы можем даже сделать с вами вот такой кадр а-ля Stories. Да, или сделать полностью топ-даун. Давайте здесь разблокируем. То есть мы вот так вот наклоняем, вот так вот фиксируем. Можно сделать кадр полностью вниз или кадр полностью вверх. То есть это очень удобно и просто делается. И даже если центральную колонну мы полностью опустили вниз, у нас еще достаточно большая степень вращения. Мы можем выровнять кадр по горизонту вообще без каких-либо проблем. Как вы видите, места хватает. Отличное дополнение. Это резьба четвертьюмом сбоку самого штатива. И как вы видите, я прицепил мою камеру Insta360 GO 2 и сделал несколько очень креативных кадров. Можете сюда же прицепить ваш телефон или даже подстаканник, чтобы попивать кофеек, пока делаете красивые кадры. Изначально у этого штатива вот такие прорезиненные ножки, но их можно открутить и заменить их на специальные шипы. Давайте я вам покажу. Вот такие шипы. Давай фокусируйся. Да, вот такие шипы. И они нужны для того, чтобы втыкать буквально ноги куда-нибудь в грязь, в землю, чтобы он очень устойчиво стоял даже при сильном ветре. Также здесь есть крючок, за который вы можете, где-то он здесь, за который вы можете зацепить что-нибудь тяжеленькое. Допустим, ваш рюкзак, чтобы добавить веса, чтобы устойчивость к конструкции повысилась. Но если мы открутим вот эту часть, то здесь у нас спрятан ключ, так называемый Allen Key. То есть это ключ, который мы можем подтянуть каждую из секций штатива. И эта штука у вас всегда с собой очень нравится. Используя тот же самый ключ, мы просто наклоняем шаровую голову и буквально откручиваем нижнюю часть колонны центральной. А после этого, благодаря тому, что мы можем настраивать угол наклона каждой ноги, мы можем получить кадры вплоть до 18 сантиметров от земли. Но если вы хотите взять кадры еще ниже, то центральную колонну можно вообще вытащить и перевернуть, как говорится, задом наперед, ну или вверх тормашками. И сделать кадры буквально в нескольких сантиметрах от земли. Прикольно. И, конечно, друзья, данный штатив поставляется вот в такой сумке. Она сделана из прекрасного, очень надежного материала. И здесь у нас есть небольшие ручки. И также в комплекте есть вот такой вот ремешок. Я его не использую, но ремешок в комплекте есть. Сумка не очень большая, то есть помимо штатива туда вы ничего не положите. Но сам штатив туда убирается легко, без всяких проблем. Тоже лайк за сумку поставим. Уланзи также продает на своем сайте очень приятные аксессуары для данного штатива. Так что на сайт заглядывайте, там есть что посмотреть. Цена у данного штатива 300 долларов. Это не дешево, прямо скажем. Но его главный конкурент, это штатив тоже из карбона от Peak Design, стоит 650 долларов. А Уланзи в два раза дешевле, даже больше. И еще в некоторых аспектах он даже лучше. Я смотрел в сравнении, знал, о чем говорю. Так что это отличная цена. И качество 100% стоимости соответствует. А еще, друзья, у меня есть промокод на скидочку 10%. Я его пишу на экране, так что заходите, приобретайте, если вам интересно. И, друзья, если вы хотите, чтобы я сравнил этот штатив от Уланзи и Коман, ZeroEye, с двумя более дешевыми штативами, скажем, от KNF и Surrey, то пишите в комментариях. Выводы. Это однозначно мой новый любимый штатив. И я буду его брать абсолютно на все съемки для своего YouTube канала, на клиентские съемки, если мне не нужно делать много наклонных каких-то проводок, так называемый tilt. Ну и, конечно, во все путешествия тоже со мной будет ездить. Качество изготовления, материалы, надежность, устойчивость и особенно размеры и вес делают меня по-настоящему счастливым. Наконец-то мне не нужно таскать штативы по 4-5 килограммов. Это просто потрясающе, друзья. И, друзья, если вам понравился данный ролик, смело жмите лайк, подписку, колокольчик. Я это очень ценю. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике. Пока. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok